Привет всем! Наверное, многие сейчас скажут, да, видели мы эти тренировки про пресс, там уже пробовали и не раз, но что-то не очень-то получалось у меня там или у моих друзей. А все почему? Потому что вы не верили в себя. С вами Денис Гусев, и сегодня я расскажу вам о том, как я вижу тренировку мышц брюшного пресса, ну и вообще, как можно добиться красивого стального пресса, такого, как у меня. У меня есть очень большой опыт общения с клиентами, с клиентами онлайн, через интернет, вот. И проблема в том, что я на самом деле очень часто слышу, что люди хотят две абсолютно разные цели одновременно достичь. Они говорят, что я хочу одновременно и подкачаться, и иметь красивый пресс. Но, ребят, вы уже давно смотрите канал YouGift, и ты знаете, да, что как бы у спортсменов есть два разных периода, массонаборный, да, и жиросжигач, сушка так называемая, но по большому счету этот же как бы ритм и режим тренировок, он подходит и для обычных людей. Если у вас как бы недостаток мышечной массы, и вы хотите выглядеть чуть больше, начните с массонаборного периода. Потом, когда вы достигнете, наберете нужную массу, вы уже можете подсохнуть. А те люди, которые уже имеют избыточный вес, сразу же можете переходить к фазе сушки. И тогда, когда вы сфокусируетесь только на одной цели, и отдадите туда все свое внимание, вы уже и достигнете ее. А не будете распыляться на абсолютно разные цели, и хочу посушиться, и большую функционалку иметь, и массу набрать, и так далее. Это невозможно все сразу. Возможно только одна цель. Определитесь, задайте себе вопрос, с чего я хочу, ответьте на него, и тогда уже идите к этому. Либо набирайте массу, либо сушитесь. Я, например, делаю так. Фотографию Игоря Гастельного вешаю, ставлю туда свое лицо, говорю, я хочу быть таким, как он, как этот парень. Потому что его фигура для меня это идеал. Игорь, привет. Итак, сегодня я дам вам 4 совета. Что же у нас на первом месте? На первом месте, естественно, как вы догадываетесь, это питание. Потребляя правильное соотношение белков, жиров и углеводов, вы будете худеть. Потому что если у вас будет, например, сбыток углеводов, жир никуда уходить не будет, потому что будет много гликогена, глюкозы в крови. Пункт номер 2. Это кардиотренировки. Для того, чтобы жир сжигался, нужно создать в организме дефицит калорий. И только благодаря кардио и силовым тренировкам у вас возникнет этот дефицит, и организм начнет тратить жиры в качестве источника энергии. Пункт 3. Это спортивное питание. Ну и пункт 4. Это, конечно же, сами силовые упражнения для тренировки мышцебрюшного пресса. То есть, если вы только будете просто тренировать пресс, как у меня клиенты приходят и говорят, что, о, слушай, я хочу иметь красивый пресс, какие мне упражнения поделать? У меня всегда сразу недумение на лицах. Чего взяли, что просто качая или поднимая ноги, или поднимая корпус, у вас вдруг станет красивый пресс. Представьте просто вот пример. Да, зима, куча снега навалена. Стоит два сугроба. Под одним парше стоит, да, под другим запорожец. Вот вы узнаете, под каким стоит запорожец и под каким парше? Нет, потому что не завалено снегом, там ничего не видно. Вот именно парше это тот красивый пресс, где нет жира, нет снега. Так что именно выполняя 4 этих момента, которые я вам сейчас расскажу, у вас и не будет снега в вашем дворе, а будет красивый парше в виде красивого пресса. Итак, давайте начнем с пункта первого. Это правильное здоровое питание. Как я уже говорил, у меня большой опыт общения с клиентами, и, скажем так, иногда я их прошу рассказать о том, какой опыт именно сидения на диете у них был. Но что, скажем так, я достаточно интересные ответы получаю. Они садятся сразу же на такую диету, на которой сидят спортсмены последние 2 недели. Просто там отсутствие углеводов, там немного клетчатки, белок, белок, вода там и так далее. То есть большая проблема в том, что люди сразу же наступают на жесткую диету и пытаются на ней высидеть. Вы должны каждую неделю, может быть, каждые 3 дня постепенно начинать снижение калорийности своей, снижение количества углеводов в этой программе. По большому счету, для того, чтобы начинать худеть, в принципе, достаточно потреблять 25-30 калорий на килограмм веса. И вот это вот количество калорий, вам к нему нужно прийти. То есть вы не сразу же должны это потреблять, а просто к нему прийти. Например, там, исходя из, например, веса человека в 100 кг, умножаем на 30, получается 3000 калорий. А человек записал, и он потребляет, примерно, 5000 калорий. Это означает, что уже, значит, на следующей неделе он уже должен в 3000 перейти. Значит, постепенно, каждую неделю примерно на 300-500 калорий человек начинает урезать свой рацион. В итоге через 1,5-2 месяца он выходит на нужную цифру. Я рекомендую есть каждые 3 часа. Встали, первый завтрак у вас, и дальше каждые 3 часа прибавляете и берете с собой. Многие из вас сейчас скажут, блин, да как же это можно есть, у меня там работа, учеба, какие-то дела и так далее. Ребят, у всех, да, спортсмены тоже не исключение, я тоже работаю там и учусь еще к тому же. И понятно, что, как бы, так как я готовлюсь к соревнованиям, мне это вообще очень жестко за этим нужно следить. Поэтому что? Я с вечера беру 6 боксов, готовлю всю эту еду, раскладываю по боксам, сваливаю это все в холодильник, с утра встаю, закидал это все в сумку и поехал по своим делам. Даже если пункт приема пищи меня застал в машине, ничего страшного, тем более у нас есть постоянные пробки, и меня очень часто нужно следить, когда я просто за рулек еду и ем. Следующий пункт, номер 2, это кардио. Поверьте, что диету соблюдать можно, и можно достигнуть очень неплохих результатов с гонки жира благодаря диете, но если вы добавите кардио, результат пойдет гораздо быстрее. 220 минус возраст, и умножайте на 0,6, на 0,7. Получается такая зона, это зона вашего пульса. То есть, получилась, например, цифра у вас 140, вот, скажем так, это тот пульс, в котором вы должны работать в течение всей этой кардио-сессии. Но не прям сразу с первой минуты, да, то есть сначала вам нужно адаптироваться, то есть 5 минут вы разминаетесь в легком темпе, у вас пульс чуть повышается, потом вы ускоряетесь и входите в эту зону, и уже делаете. Плюсом кардио также является то, что в течение целых 40 минут вы можете побыть самым лучшим в мире человеком самим собой и помечтать о чем-то приятном. Переходим к следующему пункту, это пункт номер 3. Это спортивное питание и, в частности, жиросжигатели. Ну, скажем так, есть две большие группы, это сами непосредственно жиросжигатели и, например, элькарнитин. Да, элькарнитин – это аминокислота, которая позволяет быстрее запускать процесс жиросжигания, потому что она там спортирует как разжирные кислоты в митохондрию клетки, где происходит само жиросжигание, но это работает во время кардио. То есть не нужно пить элькарнитин в течение дня, просто выпиваете за 15 минут до самой тренировки и становитесь на кардио делать, и тогда у вас элькарнитин включается в работу и помогает вам быстрее сжигать. Вот, и следующий момент – это сами жиросжигатели. Они тоже делятся на два таких больших, на две больших группы – это липотропики и термодженики. Это жиросжигатели содержат ферменты, которые просто позволяют вам ускорить обменные процессы в организме, плюс они содержат то, что позволяет меньше всасываться жиром и углеводом в желудок и в кровь. Соответственно, просто вы как бы едите, а процесс пищи меньше-менее усваивается. Также жиросжигатели не рекомендуются людям, у которых повышено артериальное давление, потому что они могут действительно поднимать его, и тогда проблемы со здоровьем начнутся, так что будьте аккуратны. Ну что, вот мы и подошли к четвертому пункту – к упражнениям на пресс. Так напоминаю, что только пользуясь предыдущими рекомендациями, есть смысл уже приходить непосредственно к упражнениям на пресс. Поэтому, если вы только в самом начале пути, не обязательно даже упражнения на пресс на самом деле делать. Просто сидите на диете, правильно питайтесь, делайте кардио, а потом, когда уже почувствуете, что ваш жир подгорает, тогда уже приходите непосредственно к упражнениям на пресс. Каким именно – я вам сейчас покажу. Но вначале, как всегда, от меня немного теории, без нее никуда. Что из себя представляют мышцы брюшного пресса? На самом деле, это же целых 4 мышцы. Это прямая мышца живота, которая крепится к грудной клетке и к клопковой части этой забедренной кости. Функция ее – это сведение этих двух точек. Дальше, это косые мышцы живота, которые есть внешние и есть внутренние. Функция их – это скручивание вашего позвоночника. Вот. И есть продольная мышца живота, которую вы никак не увидите, потому что она находится внутри брюшной полости. Ее суть – это сдерживать ваши внутренние органы, чтобы они не вываливались у вас наружу. Итак, очень часто я слышал, что пресс делят на зоны, как бы, или там говорят, верхний, нижний, средний. Это не то, что ошибка, просто на самом деле, действительно, пресс визуально можно разделить на три зоны. На верхнюю, на среднюю, на нижнюю часть. Просто, например, подъемы ног – это больше, соответственно, акцент на нижнюю часть. Подъемы корпуса – это на верхнюю часть. А когда вы одновременно скручиваетесь и поднимаете ноги, то это акцент на среднюю часть. То есть, на все эти три части можно отдельно и прорабатывать. Но напоминаю, что это мышца на дна. Самое мое любимое упражнение – это подъем ног в висе на перекладине либо вот в таких вот лямках. Это упражнение прорабатывает полностью всю прямую мышцу живота. А также очень неплохо здесь вот как раз на косые мышцы. Я заметил, что когда я включил это упражнение, непосредственно сами косые стали более акцентированно у меня выделяться. Сейчас я еще сделаю пару упражнений, акцентированных на низ и наверх душного пресса. Пойдемте. Итак, третье упражнение у меня будет с акцентом наверх душного пресса. И я буду делать его лежа на коврике с гирель, с небольшим накогощением. Вы можете взять просто блин небольшой. Но кому тяжело, делайте просто собственным весом. Я вам показал сейчас три упражнения. Ну, могу сказать, что упражнений, наверное, не меньше сотни, да? На пресс можно придумать. И скручивание с канатами, и на фитболах, и, наверное, с медицинским болом, и подъем ног в упоре, и со свободным весом подъема и так далее. А тут уже просто каждый сам выбирает то, что ему нравится. С вами, например, нравится эти упражнения. Ну, я их могу чередовать, могу ариентировать. Поэтому выбирайте сами. Когда я вижу, когда люди там 100, 200, 500, 1000 повторений на каждой тренировке. Ребят, это все вообще абсолютно не нужно. Это неэффективно, это абсолютно не работает. Достаточно 20, максимум 30 повторений. Если вы можете делать больше, значит, упражнение не очень эффективное. Либо меняйте упражнение, либо берите какое-то отогащение и делайте до 30 повторений. Это будет вполне достаточно. Ну что, друзья, я надеюсь, вы нашли какую-то полезную, позитивную информацию для себя. Поэтому, если это видео понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал YouGifted по фитнесу и канал YouGifted по бодибилдингу. Задавайте свои вопросы, комментируйте это видео. Также напоминаю, что у меня есть свои социальные сети. Есть канал в YouTube, есть страничка в ВКонтакте, в Инстаграме и в Facebook. Ссылка под это все находится в описании видео. А я на сегодня закончил. Рад был снова всех видеть. Всем удачи, сжигайте жиры. А я пошел на Арнольд Классик. Саня Виктор Симкин. В преддверии того, что на канале YouGifted запускается реалити-шоу про то, как надо тренироваться, как стать спортсменом. Я вот типичный, худой, несуразный, самый маленький в школе, самый маленький в классе. Как я начал тренироваться и как я достиг результата. Продолжение следует...